В эту сторону? Я не помню, правда. Много где была. Я раньше, когда была маленькая, и когда по телевизору показывали прогноз погоды, и показывали разные парки городов, Одесса, Херсон, Черкассы, там Сумы, Киев, где, в каком городе, какая погода, и сколько время, ой, время, градусов. И я всегда просто, когда называли Сумы, у меня в голове были какие-то сумки, сумки, которые носят на плечах. Ровно тоже была. Да, ровно тоже была. Ривная. Ивано-Францковск. Была, просто у меня немножко память плохая. В каких городах же я была? Последний раз, когда мы ездили, это Херсон. У нас там была загрузка. И я смотрю свои черновики, смотрю свои сохранёнки, сохранёнки, истории черновики в Инстаграм, и даже в галерее, как мы ездили на Херсон, те места, где мы грузили фуру, там, где мы были. Я просто понимаю, что тех мест просто нет. Мне больно, потому что для меня это всё. Даже если я сейчас говорю на русском языке, это не значит, что я какая-то сепаратюга. Просто мне удобно. Если говорить о русском языке, так, я умею, мне так уж удобно. Но я иногда... Зупинки. Зупинки, блин. Зупинки на остановке, блин. Остановка. Зупинки на остановке. Всё. Такой будет так. Зупинки на остановке. За кем гоняешься? Я кася бабка летаю по кимнате. А ты видела оккупантов? Ну, в тот момент, когда мы уезжали... Да, видела. Я не из Херсона, я живу в Одессе, в Одесской области. Просто на тот момент, когда случилось это всё, мы были просто не дома. Мне показывают, что ты не смотришь прямой эфир. Я не знаю, кто ты, короче. Но мне показывают, что ты его не смотришь. Смотрят непонятные люди, короче. Это вообще 20 человек, но я этих 20 человек не вижу. Мне показывают один. Волос какой-то. Б. Да, я видела оккупантов. Я их видела. Это мрази. Это не люди. Это мрази просто. Я всем сердцем ненавижу Русню. Я всем сердцем ненавижу свою сестру, которая там живёт. Просто это поддерживает. Волос, да ты родилась тут. Да у тебя тут сёстры как бы. Ты жила всё время тут. У тебя мама тут жила. А, у тебя бабушка тут живёт. Тётя как бы тебе об этом рассказывает. Алло, ну как так можно просто? Оно сдержится. Если пусту зеркало, он облазит, наверное, по-любому. Я просто не понимаю этого. Как так можно делать? Так. Так. Выключить. А? Теперь вы сможете получать... Не понял. Отключить режим нескольких гостей. Гости будут отключены. Выключить. У меня сестра просто неадекватная. Она живёт в России, и я ей сколько раз пыталась донести. Говорю, Оля, ты просто не понимаешь, что тут творится. Она говорит, что где там у вас? Да это бред. Это просто военная операция. Это спасение. Говорю, блять, какое спасение? Какое, блять, просто спасение. У меня, блин, до хера просто знакомых, которые так делают. Ладно, мне похер просто. У меня просто много знакомых, которые фигню несут. Несут. Полную дичь. Они мне скажут лицо одно, а за спиной просто другое. А у меня таких полно. Очень много знакомых. Очень много. Вот она, у меня есть девочка знакомая. Она смотрит прямой эфир иногда. А потом говорит их херню полную. Или даже не эфиры, даже тиктоки, хейтеры. Мне посрать. Абсолютно посрать. На каждое мнение человека. На отношения, на поведение. Посрать абсолютно. Мне плевать, что будут говорить. И раньше мне не было так. Мне не было плевать. Мне не было всё равно. Я как-то загонялась. Я часто об этом думала. А сейчас мне просто пофиг. Правда. У меня даже есть знакомый, который, Ваня, говорит, Ваня, ты знаешь, что она ведёт прямой эфир? Ваня такой, блядь, нет, я не знаю. Я вообще с того века. А ты знаешь, что она на прямом эфире говорила так-то, так-то? Нет, блядь, я не знаю. Она же не сохраняет прямой эфир. Она же мне не показывает. А вообще была такая одна херня. Шо пиздец. Это блиндич какая-то полная. У меня кошка бунт устроила. Бегает по всей комнате. За бабкой гоняется. Почему ты один пишешь, я не знаю. Ты вообще ребёночек маленький, которому 14 лет. Писала много девочек. Мне просто нравится, когда девочки пишут. Они пишут по теме. Пишут что-то интересное. Спрашивают какие-то интересные вопросы. Я на рыбалку хочу поехать. Очень сильно. Люба, у меня к тебе вопрос. Мать, ты шо выходная? Да. А шо мне в ночной смене работать? Ну, пару дней я выходная, да. У меня к тебе вопрос. Я валить денег должна или нет? Она там рядом? Спроси у неё. У меня есть. Продолжение следует...